Приветствую всех, друзья! Продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Израиль Адысани дал свой прогноз на бой Хабиба и Тони Фергюсона. Битва взглядов к турниру UFC 248. Магомед Анкалаев и Йон Куцелава проведут реванш на турнире UFC 249 и многое другое. Ну а перед началом, друзья, я хочу объявить о том, что теперь у нас появилась официальная страница в Инстаграме, где также будут выходить только авторские новости. Так что обязательно подписывайтесь. И более того, чтобы это не было просто так, совсем скоро я сделаю там прикольный розыгрыш. Ссылка будет в описании, ну а теперь давайте к выпуску. Пару дней остается до новой самых интересных турниров UFC 248. В преддверии этого сегодня состоялась битва взглядов бойцов. Игорь Негода, я буду на бою с лодкой. Игорь Негода, я буду с лодкой. Игорь Негода, я буду на bate-каке. Кроме этого, бойцы побывали и на медиа-сессии, где отвечали на вопросы журналистов. Йоли Ромеро признает, что эта победа будет многое значить, но пока не размышляет о том, что произойдет, если он станет чемпионом. Пока что он не позволяет себе думать об этом раньше времени. Это фантастическое время. Я в том же самом месте, но уже с другим соперником. Это новый шанс для меня выйти туда и, наконец-то, завоевать пояс. Это шанс восстановить справедливость. Я не знаю, как я себя буду чувствовать после победы. Это будет многое значить для моей семьи из-за всего, что мне пришлось делать и оставить позади, чтобы добраться туда, где я сейчас нахожусь. Но я не представляю, что я буду чувствовать в случае победы. Пока я не нокаутирую его, я не буду чувствовать себя чемпионом. Сказал боец. В свою очередь, Исраиль Адесани, несмотря на то, что ему предстоит один из тяжелейших поединков в своей карьере, он дал оценку поединку Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который состоится 18 апреля на турнире UC249. Тут 50 на 50, на мой взгляд. Потому что у обоих есть навыки, блокирующие навыки соперника. Я молюсь богам ММА, чтобы бой в этот раз состоялся. Это пятая или шестая попытка. Предлагайте жертву богам, чтобы бой состоялся в мае, то есть в апреле, простите. Рассказал боец. Пишите в комментарии, что вы думаете, конечно же, в первую очередь о предстоящем бою Адесани и Ромеро, сможет ли кубинец наконец-то стать чемпионом. Ну и, конечно же, не забывайте писать свои прогнозы и на поединок Хабиба и Тони Фергюсона. Двигаемся дальше. UFC за последние дни анонсировала много интересных поединков с участием наших бойцов. Конечно, хотелось бы отметить бой Армана Царукьяна против Дави Рамоса, который станет очень серьезной проверкой для Армана. В первую очередь проверка для его навыков в партере. Если же, конечно же, Брадису удастся перевести бой в партер. Хотя Ислам Ахачев показал, как нужно действовать с таким бойцом. Поэтому, я думаю, Арману есть над чем задуматься. Бой, кстати, пройдет 11 апреля на турнире UC Fight Night 172. Следующий поединок, который также соберет вокруг себя много внимания, это бой Александра Волкова против Кёртиса Блейдса. Они возглавят турниры UC Fight Night 177 20 июня. Очень сложный бой для Волкова, так как стилистический Кёртис Блейдс очень неудобен для нашего бойца. Наверняка, он будет постоянно переводить и залеживать в партере, как это он обычно и делает. Для Волкова плюс в том, что этот поединок будет 5-ти раундом, и вполне возможно, он сможет проявить себя как в бою с Фабрисио Вердуму. Ну а победитель этой пары, скорее всего, станет следующим претендентом на чемпионский бой. Ну и последний анонс, который стал известен сегодня ночью. Это, можно сказать, реванш между Магомитом Анкалаевым и Ионом Куцелабой, чей первый бой прошел ровно неделю назад. Я напомню, что Анкалаев выиграл техническим накатом в первом раунде, но по мнению многих из-за ранней остановки судьи, которая вызвала большой скандал. Куцелаба даже подал апелляцию в спортивную комиссию. Но похоже, что организация решила провести срочный реванш, что было бы справедливее. Более того, бой пополнит такой турнир, как UC 249, где пройдет чемпионский бой Хабиба и Тони Фергюсона. Так что на этом турнире ожидается участие большого количества боев с нашими бойцами, что делает его куда интереснее. Ну а поединок Анкалаев и Куцелабы, мне кажется, это подарок для любого карда. В общем, друзья, хочется узнать ваше мнение насчет этих поединков. Обязательно пишите, кто победит в предстоящих боях. А на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Можете поддержать его и лайком, а также не забывайте подписываться на мой канал. И теперь уже на инстаграм, где, напомню, скоро пройдет интересный розыгрыш. Всем пока! Продолжение следует...